Парк Арбумов на сцене исполняет песни, которые я сочинил. Гражданская позиция, по идее, должна быть и даже у осенизатора. Поэтому для того, чтобы находиться на сцене, нужно сочинять песни и их исполнить. Пишу песни о том, о чем пишется, и никаких подводных камней здесь нет вообще. У каждого в своей стране есть свои проблемы. И в России этих проблем хватает с головой. И, честно говоря, как-то оценивать ситуацию в чужой стране, мне кажется, нелепым с моей стороны вообще. У каждого народа есть свои проблемы, и этот народ как-то сам, мне кажется, в состоянии справиться. Ну, по всякому случаю, должен сам. Черных списков у нас нет. Я не знаю, я досомневаюсь в том, что они есть у вас. Это как бы под этим понятием понимается просто как бы запрет на наличие определенной точки зрения на телевидении. То есть нет никакого списка, который говорил бы, что этого уходить нельзя. Просто люди, которые управляют заведутым эфиром, медиаплощадками, они зачастую проверенные люди, которые сами отдают себе отчет, что они находятся на этом месте. Кого можно пускать, с какой точки зрения, кого нельзя. В моем случае я не купаюсь в телевизионном эфире и отдаю себе отчет, что та точка зрения, которой придерживаюсь я, является непопулярной и как бы негенеральной линией в нашей стране. Поэтому и в этом состоянии я пребываю уже очень давно. Но при этом как-то я и не рвусь в федеральный канал и кому-то доказать, чего-то доказать. Какие-то песни звучат, какие-то песни не звучат. И я всегда это оставляю на, как это называется, на совести человека, который их ставит. В конце концов, это там есть радиостанция, у него есть владелец. Это его вообще право крутить или не крутить песни. Нет никакой доктрины. Он не должен мне вообще ничего. И я ему ничего не должен. Песню про Медведева крутили не по Радиомаяке, не на втором канале. Я не помню, где еще, но были подобные прецеденты. Есть прецеденты, когда отменялись телевизионные эфиры, на которые нас приглашали, под тем или иным, как нам кажется, политическим мотивом. Ну, это такая целлюзия. Мне кажется, это глупо отменять концертку артистам. Ну, как бы лишать их работы. И я вообще считаю, что, ну... Людям всегда нужно давать право на то, чтобы они сами, да, там, ходили или не ходили на артиста. Если ему нравятся океаны Эльзы, он вправе на него сходить и послужить любимую группу. Вообще, вне зависимости от того, что Вакарчук думает по любому и насущному поводу. Я с подобными вещами периодически сталкиваюсь, но зачастую, насколько я понимаю, это связано с так называемой самоцензурой. Многие делают это по принципу, чего бы не вышло. То есть нету... Я сомневаюсь, что в администрации президента есть специальный отдел, который сидит и говорит, так, кого бы сегодня запретить. Ну, просто, как это обычно и бывает, сидят где-то какие-то идиоты, чиновники, я не знаю, там, местная какая-нибудь администрация какого-нибудь маленького городка, и как бы чего ни вышло, она вот из-за этих вот своих вот такого испуга, она лучше отменить, чтобы, не дай бог, ничего не делать, чтобы там палки в колеса вставить. Но мне кажется, что во многом это какой-то такой страх самоцензуры и так далее. В любой стране мира, если жизнь в стране станет для меня невыносимой, я свалю. Не буду терпеть это просто ради того, чтобы терпеть сидеть в стране. Никогда не будет. Совокупность факторов каких-то должна быть. Не могу сказать. Для себя я не нарисовал эту границу, что типа вот... Вот тогда точно. Нет. Эти все ощущения, они такие. Все происходит по наитию. Чувствуешь, что кольцо сжимается, что делать тебе больше здесь нечего и так далее, и так далее. Ты уезжаешь. Исчезает работа, исчезают деньги, исчезает возможность зарабатывать, исчезает возможность выезжать за границу, передвигаться по стране, исчезают какие-то свободы, какие-то элементарные. Ты понимаешь, что зачем тебе терпеть... Любой человек в этом случае уезжает по причине того, что в другой стране мира ему это терпеть не нужно. Он поэтому решает, что поскольку жизнь одна, он хочет прожить ее максимально хорошо, он сваливает и пытается себе устроить по-человечески жизнь в другом месте. Я не был после того, что это случилось, вся эта ситуация с Украиной. Я не был в Украине концертами. До этого были прекрасные гастроли, были в Украине. Очень теплый прием и благодарная публика. Мне всегда очень нравилось. Нас не приглашают особо. Я просто узнаю о концертах собственных в тот момент, когда они подтверждаются. А директор мой все время находится в каких-то переговорах, в время с кем-то что-то. Поэтому пока у меня дат никаких в Украине концертных нет. Все люди, которые понимают все, что я пою, и просто хотят послушать песни. Или какая-нибудь фирма большая сотрудников празднует свой день рождения, какой-то праздник, и они выписывают какое-то количество артистов. То есть это как обычный концерт, только на этот концерт билеты не передаются. В прошлый раз, когда мы ездили в Украину, я сомневался, петь или не петь те или иные песни. Я даже на концерте спросил, я сказал, что чуваки, мы не знаем, вот как он петь эту песню или не петь, потому что у вас в стране нет Путина. Они сказали, нет, у нас есть Путин. Поэтому нет, нормально все воспринимают, все нормально. Ну, я не люблю писать, честно говоря, о политиках, песне, и вот, ну, как-то мне не кайф. И поэтому я о событиях писал только когда, в пору существования проекта «Господин хороший», где я писал по событиям в прошлой неделе, и то я писал о тех событиях, которых считал нужно. Не каждое событие попадало мне под перо. Поэтому не знаю, как-то об этом не задумывался. Придет в голову мысль, напишу, не придет, напишу. Мне не надоело писать про Путина, честно говоря, хотя чисто технически, мы уже даже в «Господине хорошим» между собой это обсуждали в свое время, что что-то надоело, одного персонажа так долго обсуждать уже нельзя. У нас была сатирическая передача, в которой мы делали всякие номера художественной самодеятельности по политическим событиям, и вот мы между собой ловили себя на мысли, что ну как-то уже надоело, ну надо что-то менять. Нет, ничего. Я думаю, что вас, во-первых, ваших певцов достаточно, и я думаю, что если кому-то здесь захочется написать песню, он будет в состоянии это сделать. И я совать свой нос в отношения ваши с вашим президентом считаю некорректным с моей стороны абсолютно. Кроме того, могу сказать, что последние его действия и инициативы по мирному регулированию конфликта в Украине не могут не вызывать уважения у любого человека. Ну как-то так, мне мой взгляд со стороны. В зависимости от того, как его использовать, конечно же, потому что песня про присоединение Крыма, про радость от присоединения Крыма тоже можно назвать песней из гражданской позиции. Поэтому, ну как-то надо не сильно опускаться в этот политический зашквар. Ну все-таки как-то надо... В моем случае я всегда придерживаюсь какого-то отстраненного состояния. То есть я никогда не выступал... То есть меня часто звали на всякие оппозиционные, скажу так, силы и кандидаты в свои ряды. Или там... Были случаи, когда меня даже звали неоппозиционные силы в свои ряды. Ну типа поддержать. Я не люблю ходить под флагами и не люблю, когда... Ну как бы все упрощают. Типа ты за белых, нельзя красных. Я вообще против всего плохого. Против идиотов, глупости и беспредела. Поэтому как бы... Моя позиция, это как бы я такой... Могу находиться в своем случае со стороны, наблюдать и иметь свою точку зрения. Но вот впрягаться во все вот это, использовать собственные песни для того, чтобы влиять на уму никогда... Я этого, собственно, никогда не планировал. Мне это не нужно. Это не для этого существует. Да никак, мы все умрем. Дальше будет только хуже, поэтому терпите. Перемены ментально, перемены в обществе. Потому что свобода, это не беспредел, как это принято понимать, бесправие, как это принято понимать в нашей стране, в большей части нашей стране. А это все-таки ответственность, которую ты на себя берешь. Ответственность за свои поступки, за свои действия, за свой выбор. На выборах ты выбрал президента, тогда ты принесешь ответственность за то, что ты за него голосовал и так далее. Поэтому, конечно же, дело, я считаю, это, конечно же, прежде всего не в политиках, а прежде всего в избирателях. Потому что, в конце концов, они заказывают музыку. С их молчаливого согласия происходит беспредел в любой стране. С их же согласия и с их желания этот беспредел прекращается. Пока большинству будет нравиться и большинство будет устраивать то положение вещей, в том числе и в России. И в России будет точно так же. Когда выбрали в последний раз Путина, можно кучу аргументов приводить, что это были нечестные выборы, там люди ходили, бегали, убили тени, подбрасывали и так далее. Но по большому счету это не он со своим кабинетом министров бегал по избирательным участкам, а сбрасывал. Это были люди, наши сограждане. Одни получали деньги за это, другие просто считали, что так нужно. Третий страх, а четвертый вообще не хотели голосовать и так далее. И в глобальном смысле страна сделала свой выбор. А поскольку я часть этой страны и я должен уважать выбор моей страны, мне приходится жить с выбором моей страны. При этом свое отношение к происходящему я ни с пыльчика не изменил, но как выбор я в состоянии принятия. Это их мнение. Ребята, вам нравится? Ну вот и терпите.